Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шатержан. Особое приветствие из-за подписчикам моего канала на YouTube. Целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Только лишь брахманы могут понять глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, в которых мы рассматриваем те или иные аспекты процессов, происходящих на тонких планах. И вот есть круг подписчиков моего канала на YouTube, которых я называю «изоподписчиками». И так сложилось, что я уже задаю вопрос, и они дают мне ответы в виде комментариев на видеоролик. И вот комментарий пользователя под ником «Вася Дрбрей». «Благодарю». «А почему у ведьмака и ведьмы идет носом кровь, когда они на территории колдуна?» Такой вопрос задал пользователь под ником «Вася Дрбрей». Ну, ответ такой, да. Значит, этому колдуну достался мощный артефакт, который вот контролирует территорию и достаточно вот серьезной защитной функцией обладает, да. Обладает именно защитной функцией территории. И если на такую территорию, которая контролируется вот таким вот сильной, ну, скорее всего, тут подходит определение даже мощной, вот таким вот мощным артефактом, то у ведьмы и ведьмака, конечно, носом кровь пойдет. От самого колдуна ведьмы и ведьмаки вряд ли будут страдать, да. Почему? Потому что у колдуна не хватит сил. Скажем так, если сказать, по-простому приручить ведьму или ведьмака. Почему? Потому что у ведьмы есть сила, а колдун работает с помощью артефактов. Колдуна больше работает с сознанием, и за счет того, что он использует какую-то информацию. Информация, скорее всего, у него находится в гримуаре. Это такая книга, где есть алгоритм действий с каким-либо артефактом. И такие артефакты колдун может получить по наследству, по роду, и вот он может получить гримуар, как с этим работать. И за счет этого гримуара он совершает определенные действия, с помощью которых может включить артефакт или выключить. Вот и вся его сила там. За счет того, что он его не трясет, он находится в ровном состоянии, может быть даже гармоничное состояние, но важно, даже если это будет просто спокойное состояние. Он сможет включить артефакт, артефакт поработает, он, то бишь колдун, получает дивиденды. Дивиденды эти могут на разных планах, как на тонких, так и на физическом плане, и даже на материальном каком-то уровне, скажем так. Он может поправить свои какие-то финансовые вопросы, приобрести недвижимость. А также с помощью такого артефакта может попортить своим соседям, недобожелательным, ну и прочей категории людей. Ответ такой, да? Значит, у этого колдуна есть мощный артефакт, который обладает защитными функциями территории. колдуна, который имеет счастливую такую возможность использовать. Артефакт такой. Вот такой ответ пользователю под ником Вася Дрбры. На этом до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»